продолжаем не уроки по майя 2018 и вот такой эксперимент давайте посмотрим как здесь происходит именно моделирование для примера заходим в крит и находим полигоны примитивы находим давайте начнем с цилиндра нажимаем он сейчас подгружается вот так вот здесь включена именно панель шоу хайд здесь вот все вот эти вот настройки здесь сбоку у нас именно вытягивание потом перекручивания и скайл вот давайте смотреть альт-левая кнопка мыши все это дело вот так вот перекручиваем сетку можно отключить или выделить полностью примитив левая кнопка мыши и все это дело приподнять именно транспозом ну или гизма как он хоть тут называется но в туго но в туке зажатый зажатая колесико вниз опускаем можно чуть-чуть приблизить опять же крутим колесико альт правая кнопка мыши отдаляем приближаем и альт левая кнопка мыши опять же крутим верхнем так переключаемся теперь на курсор мы погнали так здесь у нас сбоку симметрия она отключена пока не нужно здесь имеем мыши здесь имеем компоненты здесь имеем тулы так первым делом будем давайте добавим сюда так сначала выделим именно полигоны вот эти верхние нажимаем правую кнопку мыши и должна вот высвечиться панель здесь у нас edge face vertex и включаем фейса это полигоны и зажатым шифтом можем вот так все это дело левая кнопка мыши выделить и полигоны принцип долгий но вот у меня не работает так как в блендер именно так вот полигоны выделились и можно все это альт левая кнопка мыши вот так вот повернуть и вопросом нажимаем control и сейчас вот высветится вот такой вот гизму мы его не трогаем это вот как кто с блендер знакомые нажимаете просто экстрадирование и переключаемся в скайл теперь если мы тянем за середину вы видите что у нас получается луп вот такой вот и все это дело альт левая кнопка мыши можем перевернуть и с помощью транспоза все это дело вот так вот вытянуть так control z control z нам нужно именно здесь сделать такую типа ручку будем делать на меч так вот в забраться и как в блендер и нажимаем control е посмотрим как тут все работает если мы начинаем приподнимать вот получился луп теперь можем нажимать даже если мы повыше поднимем вот так вот получается луп отделяется и это все экстрадируется кверху теперь нажимаем скайл и немножко скайл уменьшаем так не знаю видно вам наверно поближе подведу так теперь нажимаем опять control е сочетание клавиш и опять же приподнимаем вот эту часть и опять же с помощью скайл все это дело уменьшаем и продолжаем control е опять же все это дело экстрадируем и опять же нажимаем скайл и за середину тянем этот скайл уменьшаем вот так ну и здесь можно какую-нибудь пимпу сделать допустим control е ну и что-то вот так таком духе вытянуть вот такая получается штукенция ее как надо именно сгладить можно нажать control b и вот именно белл вот так ее чуть-чуть сгладить ну вот что-то в таком духе начал я конечно не оттуда но все равно прикольно теперь можно все это дело транспозом поднять будем тогда вытягивать уже к низу эксперимент же так снимаем выделение колесико подкручиваем опускаем ну вот теперь нужно добавить сюда именно лупы лупы можно добавить вот нажимаем здесь вот боковой панели мультикат втулах и вы видите что вот наводите на луп и он выделяется нам нужно так горизонтальный поставить это зажимаем control и вот вы видите что появился луп вы ничего не жмете просто мышку вводите видите он перемещается ну и давайте вот здесь вот здесь луп поставим теперь вот тут луп поставим ну и маленький луп добавим тут и на всякий случай вот здесь не знаю как пойдет снимаем выделение вы эти мультикат отключился и теперь левая кнопка мыши зажатая и тонкую полосу так вот ведем и выделяем полигоны все потому что у нас включена на правой кнопки именно фейсы вот так что мы теперь делаем так ближе подвигаем мы теперь можем все это дело сделать скайл так делаем скайл побольше и вот теперь если это все дело экстрадировать давайте нажмем control е и можно вот так вот опустить луп вот таким вот образом это вот одну часть мы можем тянуть если мы тянем посередине у нас вы видите что уменьшает полностью эту штукенцию так нам это не надо значит жмем экстрадирование нажатое жмем теперь скайл и вот теперь скайл можно вот так вот уменьшить луп именно два лупа выделяют вот этот часть и теперь вот с помощью скайл опять же можем еще больше увести чтобы лучше уводилась опять же включаем мультикат и можно зажатым именно ближе к колесикам можно придвинуть и зажатым теперь control можно вот так все это дело добавить еще по лупу вот так вот теперь все это дело снимаем выделение выделяем полигоны левой кнопкой мыши вытягиваем окошко и теперь вот можно все это дело опять же так скайл уменьшить вы видите как она уменьшается что у нас остаются и бока и вот этой части можем еще control b добавить бэвел так ну вот теперь нужно допустим вот эту часть уменьшить да вот мы так что выделяем и можно теперь скайл ее полностью так вот раз вниз и немножко приподнять к верху вот такая прикольная дубинка получилось снимаем выделение альк левую кнопку мыши ну ничего так так вот такая штука вот теперь можно вот это все делаем добавляем мультикат вот сюда вот control это вот теперь снимаем жмем на курсор и выделяем вот так вот именно полигоны нижний теперь жмем control е ну и можно вот control е вы а вы начинаете вытягивать как она расширяет это нехорошо значит теперь подключаемся на транспоз и транспозом ровненько можно это все дело вытянуть так теперь нужно здесь добавить лупы опять же мультикат зажатый control поближе можно подвинуть ну и вот тут еще несколько штук добавим так снимаем выделение альт левая кнопка мыши чуть-чуть выравниваем и вот теперь надо выделить один полигон вот так вот альт левая кнопка зажатое колесико и выделяем зажатым control еще вот этот полигон зажатым шифтом попробуем вот зажатый шифт выделяет помогает выделять следующие вот именно полигоны снимая выделение с предыдущего но теперь опять же можно нажать просто скайл и вот так все это дело и немножко приподнимать транспозом вот так теперь делаем допустим control е уже здесь добавлены именно лупы и теперь можно все это дело отдельно уже скалить вот так вот это дело все вот так ну и немножко допустим можно приподнять таким вот так теперь можно control b нажать это bevel и здесь вот фигменты и так далее ну вот такой вот простой способ именно экстрадирование выделения полигонов вот теперь если правой кнопкой мыши вы зажмете нажмете на edge у вас будет выделяться лупы вы их также можете выделять допустим вот один выбрали выбираете зажатым шифтом 2 зажали 3 левая кнопка мыши и теперь можете просто их вот транспозом как-то передвигать как-то не знаю расширять допустим style где-то что-то уменьшить вот таким вот образом делать какие-то зубы так кстати давайте о зубах поговорим пусть будет это у нас типа ёжик да давайте добавим мультикат нажмем зажатый control и выберем какую-нибудь ну здесь полосу предварительно добавим еще под низ полосу такую тонкую чтобы она именно нормально выделялась так ну и в принципе все теперь снимаем мультикат нажимаем на курсор да что ж моя реклама бомбить переключаемся теперь на пейсы зажатая правая кнопка мыши и вот так вот щелчок выделяем полигон через один shift зажатый выделяем еще один полигон еще один полигон крупная после манипуляции немножко сбилась но это уже надо быть внимательнее так где-то вот так вот ну а теперь что можно сделать можем теперь нажать control е и просто скайл так все это дело вытянуть теперь скайл немножко их вот так уменьшить вот так уменьшить так где-то вот так вот нажатить control е опять же тут добавляются лупы и опять же использовать с скайл так как-то уменьшить и вот как-то вот прибавляется они неправильно так попробуем теперь именно скайл и прибавить их вот так теперь control и и вот теперь попробуем опять же так это уходит вниз он правед контроле добавляем control я просто делаем скайл тоже интересная штука ну делаем теперь control b вот такой получился пропеллер тут еще можно подразобраться что да как и теперь жмем control s так снимаем выделение выделяем модель жмем control s вот она все это smooth сглаживает ну прикольная болванка получается можно добавить именно сглаживание до четырех там позиций так что тут еще есть как настроить именно горячие клавиши заходим windows находим setting preference находим hotkey editor сейчас высветится окошко вот hotkey editor и что здесь есть если сейчас просто editor переключить потом меню вот здесь есть все вот эти меню митинг windows моделинг generate rigging и так далее допустим вам нужно мэш и так нашту этот наш вот вы можете открыть здесь add division subdivision можно установить именно сочетание клавиш так как это делается нажимаете допустим вот сюда на название и высвечивается у вас вот окошко вам нужно просто нажать сочетание клавиш допустим ну shift g нельзя такую нажимать control g допустим нажимаете через control вот у вас здесь высвечивается все это клавиша установлена уже вы можете снять выделение вот она сейчас появится вы ее нажимаете если она вам не нужна просто можно и удалить и так происходит здесь везде нажимаете кузовы вот вы можете установить band smooth можете установить сглаживание так и так далее вот кат вырезать вот такие здесь возможности потом вы все это дело закрываете и получается что вы играете control b и вот у вас происходит был я установил B волна control b полигоны я установил сабдивизии на shift p потому что часто не пользуюсь я так чтоб потом не лазить где ее искать так и такие буквы control e это экстрадирование и можете установить допустим smooth control s так вот единственное что бывает ставите какие-то комбинации и перестает работать control е пока работает так что тут аккуратней если допустим вы что-то здесь натворили и у вас что-то пропало не печальтесь вам просто нужно закрыть программу вот так допустим вы ее закрываете но я пока сверну заходите в диск допустим c и здесь сбоку находите документы здесь вы все листаете и находите папку именно так документы папка называется maya вы ее просто берете удаляете на программу это не повлияет здесь просто то что вы настраиваете то что вы делаете сохраняется в эту папку все она роли не играет вы ее если там натворили что-то просто удаляйте и опять запускайте программу и она опять создаться и пойдет по новой все уже с новая листа с голыми настройками вот такая вот моделька получилось все всем пока до свидания